Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев с очередной выженой прогулки в Пироговском лесу. И это видео я снимаю по просьбе одного из подписчиков, моего хорошего знакомого. Он попросил рассказать про дальневосточный гектар. Я эту тему особо не афишировал, но раз уж спросили, ладно, расскажу. Дело в том, что я и, ну, совместно со своей мамой, мы подали заявку на получение дальневосточных гектаров. То есть каждый гражданин России может получить один гектар на Дальнем Востоке, где хочет. Ну, лучше объединяться. Поэтому вот мы сделали, как вроде, такого, ну, общей заявки с мамой. И у нас вот два гектара сейчас на рассмотрении находятся. То есть еще пока не выдали, но думаю, что вопрос времени только. Первый вопрос спрашивают, ну, зачем тебе это надо? Зачем тебе земля так далеко? Неужели ты туда поедешь? Неужели и чем там будешь заниматься? Сразу вспоминается видео про суслика, кажется, там, на Дальний Восток. Ну, по тематике Дальнего Востока. Очень интересно. Ну, я его, собственно, вам сейчас и показываю. А-а-а-а! А-а-а-а! Чем заниматься? Ну, во-первых, в принципе, человеку, который на месте не сидит, активный и, ну, что-то постоянно имеет склонность предпринимать, ему везде найдется чем заняться. Не важно, в Дальнем Востоке или там, где сейчас находится. Поэтому таким людям, таким непоседам, активистам, в принципе, это классный жизненный опыт, можно ехать. Что касается себя, сейчас я объективно не готов сказать, поеду ли я туда вообще. Как получилось вообще? Почему я заявку все-таки решил подать? Ко мне обратился мой хороший знакомый из города Тюмени, Евгений Славенков. И предложил, ну, просто увидел, что у меня есть эколавка, я семена различные на продажу выставляю в саженцы. Ну, то есть как-то связан с тематикой растеньеводства, земледелия, фермерства. Ну, и он просто спросил, а подаю ли я заявку. Ну, я сказал, ну, а смысл мне подавать, если я туда вроде как и даже не собираюсь ехать. Ну, он мне просто объяснил, что, как говорится, ну, каких-то вложений особых это не требует. И за эти пять лет, ну, может много чего поменяться, ну, чем черт не шутит, может быть, как бы ты все равно поедешь. А с другой стороны, даже если не поеду, то у меня этот участок могут как-то выкупить потом, в дальнейшем, эти же люди. Вот, что это за люди? Сформировалась команда из нескольких десятков человек, то есть это семьи. Они сознательно выбрали для себя регион для проживания, то есть они действительно хотят туда переехать, готовятся и морально, и финансово. Но в силу того, что членов семьи определенное количество, там, у кого-то трое, у кого-то пятеро, то есть вот они и получают, соответственно, либо три гектара, либо пять гектар. Вот, а на самом деле для того, чтобы развернуться более-менее, ну, хотя бы десять гектар-то надо. То есть и коровку завести, там, и еще каких-то животных, там, еще что-то для посадок места, поле все равно нужно. А сразу они, допустим, не готовы такое количество участка взять. Поэтому они из среды своего окружения, так скажем, из лояльных им людей набирают группу поддержки. Вот, в эту группу поддержки, собственно, я вхожу, в том числе. То есть эти два гектара на перспективу, если я сам ими не займусь в итоге, да, то, конечно, я им уступлю. Ну, поскольку, ну, а чего? Выбрал я участок рядом с дорогой, то есть это район рядом с селом Центральное, там же недалеко из села Новороссия, и эта дорога до Партизанска идет. То есть за участком там, на каком-то определенном расстоянии, небольшом, сопки начинается, леса, вот, а мой участок, он у речки, с одной стороны, а с другой стороны дорога проходит. И это два гектара. Ну, в принципе, я, конечно, на месте там никогда не был, я вообще понятия не имею, да, как это на месте выглядит. Ну, фотографии, по крайней мере, видео я посмотреть имел возможность. Значит, как проходил процесс подачи заявки. То есть, поскольку я особо не вдавался в подробности, то я делегировал, значит, функцию подачи этой заявки просто руководителю нашей группы, собственно говоря, Евгению Сувенкову. Он также плотно работал с местными, так скажем, людьми, которые подкованы в юридических вопросах, как оформить участок, как его границы отметить, и как именно подать грамотно заявку через сайт на дальневосток.рф. Кстати, чтобы подать заявку через этот сайт, нужно иметь активированный аккаунт на сайте госуслуги. Такой у меня и у мамы был, потому что это очень удобно. Можно отсмотреть все налоги, все платежи, все какие-то массовые вообще вопросы, вплоть до того, что замена каких-то документов, получение загранпаспортов и так далее. То есть аккаунт на госуслугах вообще-то у каждого гражданина России уже должен быть. Это действительно объективная необходимость. У нас он был, поэтому для нас это все очень было просто. Человеку, который решал вот эти юридические тонкости оформления, мы заплатили за каждый участок по 600 рублей. То есть деньги, прямо скажем, не великие, вот можно этим пожертвовать. При этом зато есть уверенность, что все подано корректно, все подано правильно и нам не откажут по формальной причине, то что где-то какая-то точка запятая неправильно поставлена, по крайней мере так. Ну а дальше, то есть мы сейчас сождем, если не будет каких-то веских причин нам отказать от получения этих гектаров, то мы их, соответственно, получим. Ну вопрос времени. Ну а если не получим, ну не судьба, значит. То есть как бы тут уж, ну я думаю, я более позитивно настроен, поэтому уже у нас тем более ребята получили, некоторые из нашей группы подавали в том же районе. В принципе, вот так в общих чертах я все, что хотел по этому вопросу, изложил. Если будут какие-то более конкретные вопросы, задавайте. Либо в комментариях, либо сниму просто отдельное видео по этой теме. Где расскажу, отвечу на эти вопросы. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всего доброго вам.